В Томском рок-фестивале Муза Онлайн пожелали принять участие около 80 рок-команд. Отбор прошли всего 24 группы. Они сражались за выход в финал. Фестиваль завершился в минувшие выходные. Судьбы подвели итоги и наградили лучшие на их взгляд группы дипломами и памятными призами. На финале фестиваля побывали наши корреспонденты. Подробнее в сюжете Ольги Петровой и Сергея Сверчкова. ПЕСНЯ Открыл последний день фестиваля Муза Онлайн специально приглашенный гость, лидер группы Ва-Банк Александр Эвскляр. Рок-музыкант без колебаний принял приглашение поработать судьей на фестивале. А опусы начинающих коллег назвал творчеством достойным уважения. Я смотрю немножко по-другому. Не потому, насколько он сейчас хорош, а насколько он потенциален. Вот это и есть, наверное, качество, которое я вкладываю в понятие оценить кого-то, если меня вообще просят. Хотя, я вас уверяю, я всегда стараюсь это делать очень осторожно. Потому что, во-первых, я далеко не все понимаю в творчестве. Я сам учусь постоянно. Во-вторых, потому что я вообще доброжелательно отношусь к человеку на сцене. Профессионально оценить возможности томских рок-команд приехал и музыкальный критик Артемий Троицкий. Он и Александр Эвскляр вручили понравившимся группам свои именные дипломы. Скляр одной, Азе Нойсес, а Троицкий трём. Группе Чужие сны за яркий имидж и подачу. Группе Грэнд Махоум за самую веселую и цепляющую песню надоело. И солисту Азе Нойсес Ивану Казакову за харизматичность вокала и сценической манеры. Если у групп есть потребность в том, чтобы сделать какую-то карьеру на уровне страны, я уже не говорю о международной, я думаю, что такой фестиваль, ну естественно, он этому не повредит, но сказать, что он решит все их проблемы, я думаю, было бы большим преувеличением. Свои дипломы дарили не только столичные гости. Организаторы конкурса также не остались в стороне. Например, благодаря телекомпании СТС «Открытое телевидение» группа «Дико Бразерс» получила возможность прославиться на весь город. Именно этой группе мы решили вручить сертификат на изготовление видеоклипа. Я хочу честно признаться, что это будет первый опыт изготовления видеоклипа для нашей телекомпании. Я надеюсь, что у нас всё получится, и мы его сможем разместить не только на сайте «Муз онлайн», но и в эфире в телекомпании СТС «Открытое телевидение». Несмотря на то, что фестиваль подошёл к концу, уже в ближайшее время полюбившихся исполнителей можно будет услышать и даже увидеть. Выйдут музыкальные DVD-диски с записью концертов в формате «Муз онлайн». Редактор субтитров М.Лосева Корректор А.Егорова